Чуть ли не каждый день дети обращаются в больницы с побоями, полученными от сверстников. Только в этом году в СМИ обсуждали происшествия в лице и в Химках. Учениц пятого класса напала на ровесницу и нанесла ей по меньшей мере 20 тяжелых ножевых ранений. Причиной нападения могла стать ревность к мальчику или зависть из-за популярности в соцсетях. И такой случай не единичный. Скорее, можно уже говорить о волне подростковой агрессии, которая захлестнула нашу страну. Конечно, ситуации могут быть разные. Если мы говорим о подростках, то чаще всего это может быть проявлением буллинга, травли, которая незаметно проявлялась на протяжении длительного времени. И у ребенка могла быть такая защитно-агрессивная реакция на то, что происходит. Я часто сталкиваюсь с тем, что дети говорят, а смысл говорить родителям о том, что со мной происходит? Они все равно не услышат. Или они обвинят меня в том, что я неправильно себя веду. И вот подросток, к которому некому обратиться, замыкается в себе, надевает наушники, отказывается отвечать на вопросы, закрывается в своей комнате. Многие дети, отчаявшись, уходят в аутоагрессию, причиняют боль себе, либо решаются на чайный шаг и идут мстить обидчику. Родителям важно не упустить момент. Ребенок может вести себя иначе, может проявляться нежелание идти в школу заблаговременно до ситуации. Ребенок может часто жаловаться на боли в животе, головные боли. Внутри ребенка что-то происходит, нарастает. И здесь обязательно важен контакт родителей с ребенком, разговор. Тогда мы только можем определять, что ребенок чувствует. Родителям важно помочь ребенку сформировать деревню привязанности. Это круг людей, к которым подросток может обратиться за помощью и моральной поддержкой. Это могут быть и другие члены семьи, дяди, тети, сестры. И учителя, и школьный психолог. Кто-то, кто будет готов выслушать. И дети, с кем он может контактировать за пределами школы. Если же ребенок, наоборот, постоянно проявляет агрессию и выступает в роли обидчика, важно понять, почему запускается этот механизм. Первое, посмотреть, что это такое инструментальная агрессия, когда он добивается своей цели. Или враждебная, когда он получает удовольствие от того, что делает вред другим, причиняет вред другим. Как правило, такие дети не чувствуют свою значимость. Пытаются перетянуть внимание на себя. Это раз. Второе, они могут быть чувствительными и заранее проявлять агрессию, дабы не испытать боль, какое-то унижение, например. То есть нападают, чтобы не быть побитым. Если же акт агрессии произошел, родителю важно не брать всю ответственность на себя в попытке защитить своего ребенка, а сесть и поговорить, разобраться в причинах, побыть рядом. Большинство бед с детьми происходит из-за недостатка общения с самыми важными для них людьми – мамой и папой. Подробнее о теме детской агрессии мы расскажем в программе «Медицина закрытого города». Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.